Вопрос про изменения в Конституцию с тем, чтобы голосовали заключенные, для меня, на самом деле, явился, наверное, одним из самых непростых, поскольку, вы знаете, далеко не буду уходить в рассуждениях, но что такое вообще заключенные, да, для того, чтобы о чем-то говорить, о каком-то предмете или о каком-то вопросе, нужно четко разобраться в формулировках. Так же, как, знаете, когда говорят, все мужчины или все женщины предпочитают то-то и то-то, это же не так, да, очень важно понимать, какой мужчина, какая женщина и в этом контексте, какой заключенный, что это по срезу, да, представьте себе, что если это, условно говоря, колония строгого режима или, например, какое-то место, где содержатся люди, которые давно и прочно в этих самых местах лишения свободы закрепились, то есть это люди, конечно, да, но которых вот социум в прямом смысле не интересуется. Они его не знают, они его, так сказать, не понимают, они в каком-то смысле презирают его законы, если так уж разобраться. И так в тюрьме сидят люди, которые презирают законы. Почему закон государства должен позволять им, причем большим притоком, да, голосовать за какие-то законно-творческие акты? Это кажется мне вопросительным, честно говоря. И я бы, принимая такие решения на месте руководителя нашего государства и тех людей, которые сидят на ключевых постах с этим связанных, я бы постереглась, вот честно говоря, так волюнтаристски включать или не включать такую огромную массу. Массу, в общем-то, я прошу прощения, асоциальных, вам зачастую неграмотных, я не говорю про 100%, да, опять же, некая усредненная категория. И людей, которые прежде всего приступили закон, мы ими хотим дальше делать законный же, что мне кажется нелогично.